Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Иркутянка Надежда Лопыренок – одна из тех, кто решил стать донором костного мозга. Об акции узнала еще в январе, когда та проходила в других регионах. По медицинским показаниям Надежда подходит. Таких заболеваний, как гепатит, туберкулез, онкология и диабет у нее нет. Производится забор материала в качестве образца. Данные будут храниться. И если будет подобран совместимый рецепиент, Надежду позовут. Я решила сдать, потому что самое ценное, что есть у человека – это его жизнь. И если есть возможность помочь другому человеку и сохранить, то нужно это делать. Донорство костного мозга – проект, который проводит РУСФОНД. Сейчас в рядах добровольцев 58 тысяч человек. Этого мало. Комбинации генов в такой разнообразии, что одно совпадение приходится на 10 тысяч человек. За три года существования регистра доноров костного мозга проведена 121 операция. Трансплантации костного мозга на 10 миллионов населения в ведущих европейских странах – это 300. В Белоруссии это 150, в России всего 45. У нас, к сожалению, не хватает таких больших медицинских центров, клиник, оборудований, чтобы у нас производилась массовая трансплантация. А нуждающихся людей, к сожалению, очень много. Иркутянину, 4-летнему Максиму Гуменику, донора пока не могут подобрать даже в международных базах данных. Вся надежда мальчика на то, что ряды добровольцев будут пополняться. Донорство костного мозга звучит серьезно, но сама манипуляция не сильно отличается от обычного забора и переливания крови. У этих людей берется только 5% костного мозга, который очень быстро восстанавливается от недели до месяца. И человек для этого и проходит все исследования, чтобы не нанести никакой вред здоровью и донору, и себе. В Иркутске доноров ждут по адресам Ленина 9 и Фурье 15 с 1 по 14 ноября. Кровь хранится в специальных пробирках с консервантом, который сохраняет все показатели крови. Затем в термосумках пробирки отправят в Санкт-Петербург, в Институт онкологии, гематологии и транспантологии, где определят шлафи на тип. Это набор генов, которые отвечают за тканевую совместимость. Если она будет 100% и не будет никаких противопоказаний, то человек может стать донором. Этот донор потом вылетает в город, где будет происходить трансплантация. Типирование, перелеты, процедуры, проживание, страховка – все оплачивает РУСФОНД. Для желающих помочь проекту не собственным биологическим материалом, а деньгами, можно отправить СМС со словом «донор» на номер 5542. Ну а пока в ряды добровольных доноров вступаю в том числе и я. Сдала я 9 мл крови. Ощущения прекрасны. Через полчаса мне сказали, что можно будет снять повязку. Я надеюсь, что все-таки я смогу стать донором и спасти чью-то жизнь. Ростовые фигуры, которые станут частью одной из экспозиций этнографического музея «Тальцы», начали понемногу принимать человеческий облик. В работе учительница церковно-приходской школы с учениками. На подходе воевода, подьячи и казаки. С художником, который трудится над фигурами, встретилась наш корреспондент. Андрей Журавлев работает над преданием иллюзии жизни недавнему приобретению архитектурно-этнографического музея. Ростовым куклам по замыслу художника это должны быть не просто расписанные манекены, а личности, каждая со своим характером и судьбой. Надеется, навыков, полученных в художественном училище, ему хватит. Я закончил художественное училище Иркутское по отделению живопись. Ну, а так как художник достаточно широкое понятие, да, то есть я работаю и гончаром, я могу, если нужно, навести какой-то визаж, там, ну, в общем-то, как бы достаточно универсальная такая профессия. Это будут ученики и учительницы церковно-приходской школы 19 века. Учительница уже почти готова. Дополнять экспозицию фигурами в человеческий рост распространенный прием так делают во многих музеях мира. Еще в конце 19 века знаменитый шведский музей, первый под открытым небом музей мира, Скансен, применял такой метод, что восковые фигуры ростовые оставили. Потом они перешли на другой уровень, уже живые манекены были, но это дорого, нам это дороговато, поэтому мы перешли на ростовые фигуры. Сами фигуры изготовлены в Екатеринбурге, в Тальце их привезли год назад, руки до росписи дошли только сейчас. На очереди новые герои, воевода, подьячие и казаки. Они уже заказаны в процессе изготовления и в конце декабря их ждут в Иркутске. Галина Тернева, Николай Крупченко, Середина земли, Иркутская область. Мы рассказали значимые факты и показали яркие события при Ангаре. Информационная программа «Середина земли» продолжается. Новостями Забайкальского края уже готовы поделиться наши коллеги из Читы. Коллега, здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, коллега. Мы готовы рассказать зрителям Бурятии о самых интересных новостях Забайкальского края. В студии Татьяна Салихова. Количество выпускников читинских школ в 2016-м сохранилось на уровне предыдущего года и составило 6 тысяч человек по данным Минобразования Забайкальского края. Большинство из них остается учиться в Чите. Для тех, кто в этом году только определяется с выбором, уже в седьмой раз открылась выставка-ярмарка «Абитуриенту-2017». Перед школьниками на выбор больше десятка средних и высших учебных заведений. И вечный вопрос – куда пойти учиться. Кто-то предпочитает вузы со сложившимся именем, где есть популярные гуманитарные направления – менеджмент, торговое дело, экономика и управление на предприятии. Кто-то с детства знает, кем хочет быть. И вопрос выбора вуза уже второстепенный. Мечтала в медицинский поступить, помогать людям. Хотелось бы в частной клинике работать, еще дополнительно на косметолога, потом учиться. Среди моих друзей тоже большинство в медицину идут. Практически все и учатся тоже уже в медицинских колледжах. Юридического нету такого, никто не идет. 20% забайкальских студентов едут поступать в Иркутские университеты. Там тоже приоритет отдается гуманитарному и социально-экономическому направлениям. По ним самый высокий балл от 200 и выше. До 170 баллов педагогические специальности и меньше всего требований к естественно-научным дисциплинам, как самым редким и сложным по сдаче. По уровню подготовки забайкальцы не хуже учащихся из Улан-Удэ или Иркутска. Но здесь, как и везде, все зависит от самого студента. Есть определенный у нас перечень направлений, где непосредственно проходя практику, абитуриент там же остается работать. Допустим, это прикладная геология. Очень является популярным направлением у нас. Абитуриенты туда мало стремятся. Соответственно, набор закрывается чисто бюджетные места и там парочку коммерческих мест. И, соответственно, они там проходят практику, третий, четвертый курс и очень хорошо себя там рекомендуют. Такие же условия и для выпускников химического факультета. В Забайкале Минэкономразвитие края стимулирует абитуриентов на то, чтобы они интересовались программами образования, которые направлены и на развитие предпринимательства. Один из вузов нашего региона участвует в бизнес-инициативах, которые координируют на российском уровне Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации. У наших студентов есть шанс заручиться поддержкой намеченных проектов, а после их реализовать. Яна Ершова, Сергей Миртов, Середина земли, Забайкальский край. Буквально последние репетиции на сцене артисты театра студии «Дома офицеров» готовятся представить 4 и 5 ноября спектакль «Путь разведчика» под наименной повести Сергея Зарубина. Постановка посвящена фронтовым подвигам нашего земляка, участника Великой Отечественной войны Сергея Ивановича Матужонка. Эта постановка для театра студии «Дома офицеров» станет третьим спектаклем о фронтовой эпохе. До того на этой сцене показали «Азорий здесь тихий» и Бориса Васильева. В прошлом году поставили трубку снайпера, рассказывающую о жизни забайкальца, снайпера Семёна Намаконова. Теперь здесь готовится рассказать историю ещё одного нашего земляка – разведчика Сергея Ивановича Матужонка. Наша первоочередная задача – это воспитание тех нравственных традиций, на которых всегда росла наша Россия, сохранение светлой памяти о дней ушедших. И эту память надо нам хранить и пропевать, если мы поём в песнях. В постановках мы должны обращаться к творчеству, как наши писатели, так и к подвигам наших прославленных земляков. Для уроженца станции «Карымская» боевой путь начался с боёв в Подмосковье и завершился только спустя четыре долгих года в Восточной Пруссии. Сергей Матужонок дослужился до командира взвода разведки. Был отмечен девятью боевыми медалями. Кроме того, на его кителе были знаки о 12 ранениях. Причём большинство из них тяжёлые. В одном из рейдов ему удалось взять сразу 26 языков, во главе с группенфюрером СС фон Штиммером. По словам артистов, главное, чего они хотят добиться – это не показать на сцене легенду, а рассказать о том, каким он был человеком, озвучить его мысли и переживания. Что он чувствовал в те моменты, когда он выходил на эти боевые задания? Что он чувствовал в тот момент, когда сталкивался с справедливостью начальников, командиров? А несколько у него присутствует случаев, когда он срывался. То есть для меня, как для актёра, создающего его образ, это нужно знать обязательно. То есть знать его характер, темперамент, чтобы здесь, на сцене, показать истину того настоящего Матужонка. Премьера спектакля «Путь разведчика» состоится вечером 4 ноября. Антон Матушевский, Владимир Дементьев, «Все единой земли», Забайкальский край. Это были одни из самых заметных событий нашего региона. Программа «Середина земли» продолжается. На связь с нами выходят коллеги из Монголии. Саин Байцханучием сегодня поделитесь вы. Здравствуйте, коллеги! Эфир международной информационной программы «Середина земли» продолжает новости Монголии в студии «Лхама». Меховая выставка «Зимняя сказка» в Улан-Удэ. Норка от 25 тысяч, скидки на мутон до 60%. С 3 по 13 ноября в художественном музее имени Сампилова. Квартира для инвалидов в меры Ламбатра состоялась вручение доверенности на право получения жилья людям с ограниченными возможностями. В этом году счастливчиками стали три семьи. Подробно расскажут мои коллеги. Во время встречи мэр выслушал проблемы, с которыми сталкиваются в обычной жизни люди с ограниченными возможностями. Одна из главных – жилье. По этому поводу мэрия провела ряд мероприятий. В результате работ выяснилось, что в этих трех семьях есть несколько инвалидов, и их жилье совсем не соответствует для проживания. В рамках правительственной программы по поддержке людей с ограниченными возможностями, мэрия оказала помощь этим семьям и выдала доверенности на новые квартиры. В моей семье у первой дочки нарушение с нервной системой, а у второй – муж инвалид. Мы все живем в одной квартире. Я благодарю администрацию города, что они оценили наше положение и выдали квартиру. Я с рождения инвалид по зрению, и мои дети тоже плохо видеть. Спасибо большое за поддержку. Если в семьях проживает более двух инвалидов, то они автоматически попадают в правительственную программу по поддержке людей с ограниченными возможностями. Им выдается квартира в специализированном доме для ветеранов и инвалидов. Более 19 тысяч студентов из 11 филиалов Национального университета Монголии приняли участие в спортивном фестивале. На праздник спорта побывала и наша съемочная группа. Студенческие соревнования прошли на базе главного спортивного комплекса города Улан-Батора. Как отметили организаторы соревнований, по счету это уже пятый фестиваль. И в этом году он проводится в честь президентов студенческих союзов разных поколений. В нашем университете уже есть свои герои. Это те учащиеся, которые добылись успеха на студенческих чемпионатах, как регионального уровня, так и международного. Цель данного мероприятия, во-первых, поддержка молодежи в интересах, проявленных к спорту. Во-вторых, подготовка наших студентов-кандидатов для участия в Олимпийских играх. Для этого мы готовы оказать финансовую поддержку. Я вернулась со студенческого чемпионата, проходящего в Турции. Я занимаюсь дзюдо и на соревнованиях весовой категории 69 килограммов получила бронзовую медаль. Благодарю руководству моего университета за оказанную поддержку. В Национальном университете Монголии получает высшее образование самое большое число студентов страны. И все они активно принимают участие в жизни своей альмаматор. Практика показала, что из этого заведения выпускаются не только профессиональные инженеры, юристы, строители, но и именитые спортсмены. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее к международному выпуску программы «Средина Земли» присоединяются наши коллеги из Китая. ДАЗЕХАО, о каких событиях вы расскажете? ДАЗЕХАО! Здравствуйте! Конечно, о самых заметных и интересных событиях, связанных с Китаем. В студии Руслан Гасанова. Поэзии «Связущая нить» книгу с таким названием презентовали в Пекине. Это сборник стихов на двух языках – русском и китайском. На 340 страницах авторы издания уместили произведения классиков русской и китайской литературы и стихи современных поэтов-дипломатов. На торжественном мероприятии в посольстве России собралось около 100 гостей – дипломаты, чиновники, литературоведы, студенты и преподаватели вузов. Для собравшихся подготовили необычную программу. Со сцены звучали строки из древней китайской поэзии и русской классики в оригинале и переводе. Стоит отметить, что над созданием сборника работали представители литературно-творческого объединения «От души» на Министерство иностранных дел России и Институт мировой литературы Шанхайского университета иностранных языков. Презентация в Пекине прошла после аналогичного мероприятия в Москве. В Китае стремительно растет популярность конного спорта. Все больше семей среднего класса выбирают для своих детей занятия верховой ездой. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие десятилетия страна станет крупнейшим мировым рынком в этой области. Подробности у моих коллег. Шагом, рысью и галопом верховая езда в Китай набирает популярность. В Пекине даже прошла специальная выставка, посвященная конному спорту. Наездники и заводчики со всего мира продемонстрировали своих лучших скакунов. Я приехала из России. До этого пять лет прожила в Пекине. Это ахлопекинская лошадь. Я привезла ее сюда специально для этой выставки. Я думаю, что китайский рынок сейчас является одним из наиболее перспективных в мире. Китай импортирует тысячи лошадей ежегодно. При этом качество пород постепенно улучшается. Это говорит о том, что рынок развивается очень быстро, и уровень конного спорта стремительно растет. Одна из причин резкого спроса – рост популярности конного спорта среди китайских детей. Ванесса Ван Девре приехала в Пекин из Франции специально, чтобы обучать детей верховой езде. У моей семьи есть конный клуб за рубежом. Работа в Китае для меня вызов – суметь обучить местных жителей этому виду спорта. У нас две тысячи учеников. Китайские родители проявляют все больше и больше интереса к верховой езде, понимая, что она может дать их детям. Это спорт, который помогает воспитать чувство ответственности, лидерства, любви к животным. Многие родители в Китае признаются, что выбирают для своих детей конный спорт не ради высоких достижений. «Мы решили пойти на занятия по верховой езде по той простой причине, что наша дочь любит лошадей. А это как раз тот вид спорта, в котором необходимо тесно взаимодействовать с лошадьми. Верховая езда – это больше, чем просто спорт. Он делает детей более внимательными и заботливыми». Верховая езда была одним из шести видов благородных искусств в Древнем Китае. Но постепенно культура была утрачена. Лишь после Олимпиады в 2008 году китайцев вновь возродился интерес к конному спорту. И сейчас индустрия развивается галопом. «В конце 2008 года в Китае было около ста конных клубов. К 2015 году эта цифра увеличилась до 823. И буквально за 9 месяцев текущего года выросло до 907. Эти показатели говорят о том, что наблюдается бурный рост рынка». Эксперты прогнозируют, что в течение ближайшего десятилетия Китай станет крупнейшим конным рынком в мире. А подрастающее поколение наездников сможет занять лидирующие позиции в конном спорте. Юлия Куц, Си-Си-Ти-Ви О других событиях мы расскажем в следующих выпусках. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова